Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Нью-Йорке. Действительно ли в Белом доме могут быть не впечатлены планом победы президента Украины? Почему белорусский диктатор Лукашенко вслед за Путиным пугает Запад ядерным оружием и говорит о красных линиях? Об этом и не только. Поговорим с Марком Фегиным, российским правозащитником, блогером. Марк, рада вас приветствовать и добрый вечер. Рад видеть и рад приветствовать всех зрителей 24 канала. Марк, Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Трамп во время встречи заявил, что в случае победы на выборах готов сотрудничать с демократами для достижения мира в Украине. И он заверил, что найдет якобы хорошее решение для обеих сторон еще до своей инаугурации. Но каким может быть это хорошее решение, как сказал Трамп? Стоит ли ожидать, что Трамп изменит свои взгляды? Ведь политик, как мы все знаем, слишком эмоциональный и эксцентричный. Абсолютно эксцентричный, потому что то он встречается с Зеленским, то он не встречает с Зеленским, то он снова встречается с Зеленским. Ну, это не очень здорово все. В целом, прямо скажем, каким фоном это выглядит. Причем предлог был, на мой взгляд, абсолютно надуманный. Кто-то не согласится, видите ли, Зеленский сказал, что нет плана у Трампа. Так, а и сейчас мы ничего не понимаем. Какой его план? Он все решит до инаугурации, поможет, будет сотрудничать с демократами. Честно говоря, я как-то конкретного плана так и не услышал. Кто понимает больше, пусть меня переубедят. Это, во-первых, это уже не очень приятный фон. Плюс, значит, вот эта поездка на завод в Пенсильвании, а почему Зеленскому не надо было ехать вместе с действующими руководителями американскими на завод в Пенсильвании, попав под критику со стороны республиканцев, ну, в частности, Джонсона, спикера Палаты, представьте, что это как бы вовлечение в предвыборную кампанию. Ну, а каким боком-то? Будете вы руководить страну, он с вами будет ездить и в период предвыборной кампании, и вне предвыборной кампании. Ну, такое, знаете, какое-то кривоватое все. Такое ощущение, что все идет от Трампа, от его неудовольствия, от его фоноберии в том, чтобы как-то ущипнуть Украину и продемонстрировать это не в последнюю очередь в Москве, потому что вот он в последние дни заявления делал совершенно ужасающе, на мой личный взгляд, потому что и санкции надо снимать, чтобы налаживать отношения, и Зеленскому он заявил, что с Путиным он хорошо поддерживает отношения, ну, как-то вот так по-английски это звучит, на что там отпарировал Зеленский, о том, что надеюсь, что у меня лучшие отношения с вами. Вот. Я понимаю, что и Зеленский вполне дипломатично себя ведет. Я вот, честно говоря, не стал бы расценивать, что он, как, словом, в посудной лавке, вот, типа, визит неудачный. А что же дали этот визит? Что в НАТО примут и дадут ракеты дальнего радиуса действия, ну, точнее, разрешение удара в глубь России? Ну, тоже было бы наивно предполагать, что за одним планом победы все ограничится, немедленно одобрит и вступит он в действие. Я думаю, что результаты все равно какие-то достигнуты, и это реакция Трампа на то, что он решил заскочить все-таки на эту подножку, этого поезда, потому что, смотрите, во-первых, Трамп для себя, возможно, неожиданно обнаружил, что американское общество волнует вопрос Украины, потому что 10 сентября, когда состоялись дебаты его с Камалой Харси, я вот был в Калифорнии, наблюдал эти дебаты, там такой бар такой на Берли-Хиллз, пошел, думаю, выпью пивка с ребятами, смотрю, там битком, значит, сторонник демократ, ну, вообще, Калифорния демократический штат, и вы знаете, на вопрос об Украине бурно реагировали все, бурно реагировали, очень бурно. То есть это к тому, что не так уж безразлично относится американское общество к тому, что происходит в Украине, ну, может быть, это не приоритет имеет, внутренние вопросы и внутренняя политика, особенно экономические вопросы имеют гораздо большее значение при выборе американцев, но говорить о том, что это никого не волнует, и ровно поэтому, я считаю, Трамп, который уклончиво отвечал на вопрос на дебатах, будет ли он поддерживать Украину, он среагировал на это, и посчитал, возможно, в период визита Зеленску все-таки с ним встретиться. А если бы не встретился, как бы это выглядело? То есть человек бежит от решения проблем, которые и перед Америкой стоят тоже? Ну, так бы это выглядело? А что же это за политик? Что же это за будущий президент? Он посчитал, я думаю, его советники из окружения Трампа посоветовали ему все-таки не избегать этой встречи, наоборот, с ней согласиться так, чтобы это хотя бы выглядело с точки зрения того, что Трамп занимается проблемой войны в Украине, сдержанием Москвы и так далее, и так далее, и так далее. Эффект этот достигнут. Какие-то, в общем, наверняка при непубличности разговора Зеленского с Трампом договоренности, может, и достигнуты. Верить Трампу дело последнее. Он, знаете, сегодня сказал одно, завтра расскажет другое, а сделает третье. Давайте честно говорить. Хотя, тем не менее, он с оглядкой будет вести себя, даже если станет президентом, так просто отказаться от Украины, наверное, тоже не сможет. Хотя, повторяю, риторика его о том, что Зеленский торгаш, как ни приедет, деньги заберет, то, что он сказал на предварительном митинге, что, вообще говоря, так сказать, нас, Камала Харрис и Байден, вовлекли в войну и сами не знают, как теперь из нее выйти. Это тоже его прямая цитата. Но это как-то сложно монтируется с его желанием решить проблему в Украине. Скорее отстраниться от нее и перевесить всю ответственность на демократов Байдена и Харрис. Президенты и вице-президенты действующие, и Харрис как кандидата в будущие президенты. Поэтому так и остается загадкой представление, каким должны путями пойти мирный процесс Трампа об Украине. Остается загадкой. Что будет по итогу? По итогу, я думаю, за оставшийся месяц небольшим, 5 ноября выбор, легко посчитать, пройдут какие-то, видимо, может быть, все-таки дебаты, от которых Трамп продолжает отказываться, поскольку их организовывает СНН и так далее. Но какие-то дебаты все-таки будут. И там этот вопрос еще острее будет обсуждаться. В отличие от Трампа, Харрис, встречавшийся с Зеленским, еще раз твердо сказала о поддержке и продолжении курса на эту поддержку со стороны вашингтонского руководства, если в овальном кабинете будет демократ. Ну, то есть, если она победит на выборах. От Трампа такой твердости мы не услышали, но хоть что-то, скажем так, хоть что-то. Так бы мог бы вообще проигнорировать, сказать, это вообще меня не волнует. Ну, то есть, все-таки отыграл в сторону того, что нет-нет, конечно. Он, безусловно, понимает серьезность ситуации, вопросов, связанных с ней, и будет пытаться урегулировать эту проблему мирными средствами. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но, в целом, я бы сказал, и без встречи с Трампом, визит Зеленского нельзя было бы считать провальным. Да, он не так уж успешен, как на то надеялись. А неоправдавшиеся надежды часто у людей оставляют осадок. Но, в целом, я бы сказал, что если бы этого визита не было, многие вопросы, может быть, не сдвинулись. Ну, например, помимо не сдвинувшихся вопросов о предоставлении права бить вглубь территории России, или, там, я не знаю, коллективного договора со стороны гарантов, заключивших обязательства перед Украиной по договорам с ней, а все-таки вопрос бюджетного финансирования, мне кажется, имеет лучшую перспективу. В октябре заканчивается финансовый год в Соединенных Штатах, и формируется новый бюджет. И дабы избежать прошлогодней ситуации почти шестимесячным утверждением 6,5 миллиардов выделения помощи Украине, лучше этот вопрос начать решать уже, ну, наверное, уже после выборов, после ноябрьских выборов, и он имеет перспективу, однозначно, если Камала Харрис станет президентом, решится, не так, как он решался в прошлом году, аж до апреля, а если станет Трамп, то хоть какие-то будет нести обязательства продолжать со стороны демократов, которые успеют еще до его инаугурации 20 января 2025 года, этот вопрос, в общем, в комитетах и вообще в целом в Палате представителей, ну, как-то решить. Потому что без денег следующего года, выделяемых Соединенными Штатами, Украине будет неимоверно тяжелее. Так что надеюсь, хотя бы здесь достигнут хоть какой-то двухпартийный концепт. Надеемся, Марк. Вот вы правильно сказали о Трампе, о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что выступает за якобы справедливый мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым. На вопрос о том, каким Трамп видит справедливое соглашение о прекращении российско-украинской войны, он ответил, об этом еще рано говорить. Сколько еще можно ждать? Это вопрос, конечно, риторический. Почему еще рано говорить? Но это знает только один Трамп. Мы можем только тут догадываться, что он думает и что он имел в виду. Также Трамп принял приглашение Зеленского приехать в Украину, поэтому мы ждем, возможно, на этой встрече в дальнейшем может быть что-то. Но это то, что мы увидели. Конечно, это может быть на камеру сказано, но посмотрим. Также, если вы заметили, Марк, Дональд Трамп довольно специфическим способом анонсировал встречу с Владимиром Зеленским. Он опубликовал переписку с украинским посольством, где заместители посла Украины напоминают, что президент будет в Нью-Йорке и готов встретиться. Можно тут констатировать, что Трамп показывает, что очень любит, когда его уговаривают, приезжают на его территорию, загородный дом или там Трамп Тауэр и что-то просят. Более того, таким поступком он пытается показать, что уже якобы может решать различные вопросы, не получив даже полномочий. И это, по сути, может быть важным элементом для дальнейшей агитации. Ну да, он такой нарциссический тип является. Мы же это видим, чего уж там нового. Ему важно показать, что его уговаривают, его упрашивают, его пытаются убедить и так далее. А вот он сам решает, нужно ему это или нет, ну и так далее. Ну конечно, это же мы видели и на протяжении его четырехлетнего срока пребывания в Белом доме, ну в руководстве Соединенных Штатов и теперь ничего не изменилось. Люди, знаете, в таком возрасте под 80 лет не меняются. Его фоноберия, она хорошо известна, но она бы не мешала бы никаким делам, если бы у него были вот твердые убеждения, понимаете? Такие, которые позволяют говорить о нем как о политике, который последователен, который четко знает, что он хочет и как добиваться этих целей. А Трамп-то он эксцентричный, он же, вы понимаете, очень большой популист, например. Он действует в угоду избирателям. У него тоже есть какие-то свои убеждения, безусловно, но часто они уступают место маневрированию такому ради голосов избирателей, ради их симпатии и так далее. То есть он очень много играет на публику, но нельзя в этом упрекать политиков. Все политики в той или иной степени, уклюжие или неуклюжие, это делают. Но Трамп часто, так сказать, меняет эти позиции. И по нему сказать вот твердо ничего нельзя. Вот он говорит, что придет время. Но мы понимаем, он не хочет, соответственно, оттолкнуть одних сторонников других, хочет отличаться своей позицией от демократов, которые как раз последовательно заявляют о поддержке Украины. Но почему предвыборное обещание не заявить именно сейчас в отношении Украины, а это важный, самый главный трек международной политики Соединенных Штатов. Но отрицать его глупо. Почему? Потому что надо будет следовать данному слову, высказанным обещаниям сделать конкретно, добиваться праведного мира, например, сохранением суверенной территории Украины, защитой ее статуса как суверенной державы, а не какого-то мифического нейтрального, ущемленного суверенитета, запретом интегрироваться в соответствующие блоки, Североатлантический альянс, в ЕС, еще куда, какие условия ставит Москва. Поэтому на самом деле он не хочет брать на себя это обязательство, оставляя для себя возможность для маневрирования. После того, как если он победит на выборах, он может сказать, а он не обещал, что я буду отстаивать суверенитет Украины в том виде, как его понимает Украина, теряет целостность Украины, как ее понимает Украина. Я же этого не говорил. Почему вы с меня что-то требуете? Мой план, вот я его сейчас обнародую, когда я стал президентом. А потом, так сказать, понимаете как, вот тоже такая вещь. Он ведет себя как девелопер. Вот он считает, я с Путиным поговорю, я договорюсь, у меня с ним хорошее отношение. Да не так это решается. На таком планетарном масштабе вопросы войны и мира. Он скажет, а я с ним уже решал в Кельсинке с 16 по 20 год, когда был президентом. А что ты решал? Тогда войны не было. Да, была оппозиционная война на территории Украины с 14 года, которая велась, но это же несопоставимо с огромной этой большой войной, которая началась с февраля 22-го. Ну, несопоставимо. Вообще никак. Это совершенно разные ситуации. И если там Путин мог сам маневрировать, зигзагами ходить, обещать, не выполнять, то тут-то по-другому все. Здесь цена-то велика, каждый день люди гибнут. Тысячами, понимаете, тысячами гибнут. Судя по тому, как обнародует американская пресса, почти миллион по их подсчетам. Это погибшие, раненые, так сказать, на этой войне. С двух сторон. Ну, естественно, конечно, здесь требуется большая определенность. Здесь нельзя разговаривать на уровне, да мы там все тихо порешаем. Я поговорю с Зеленским, потом поговорю с Путином, потом их сведу, и они, так сказать, все порешают. Я вот все сделаю. Нет, 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 нет. Это так не решается. Это вопрос уже касается глобальной политики и проблем, стоящих перед миром, перед Европой, Восточной Европой, перед странами бывшего СССР и так далее. Потому что угрозы испытывает не только Украина. И поэтому нужно прочертить стратегию, какой будет руководство Трампа. Он собирается требовать чего-то от Москвы? Он собирается на нее давить? Понимаете? Я вот слышал тезис о том, что Трамп, в отличие от Байдена, не называет Путина мясняком, поскольку пытается с ним договориться. Но это, знаете, интересный тезис. А кем он Путина считает? Договороспособным и приемлемым политикам международным? То есть надо снять санкции, нужно отменить орден международного головного суда. Так а в чем твой инструмент давления на Путина? Просто хорошее отношение? Ну, на хороших отношениях, знаете, многого не добьешься. Они сегодня хорошие, завтра плохие, потом снова хорошие. Нет, на Путина нужно иметь рычаги давления, и Трамп сознательно от этих рычагов, как мне видится, пытается отказаться. Непонятно в угоду чему. Что такого интересного в Путине для него есть? По этому поводу много можно, так сказать, кинспирологии разные, так сказать, допустить. Но еще раз хочу сказать, что его отношение к Путину, вот такое комплиментарное, оно непонятное. И не все объясняется только исключительно тем, что он умеет располагать к себе и так далее. Но этого мало, мало. Международная политика, и глобальная политика другое предполагает. Нужно отстаивать принципы. Если ты принципов не имеешь, то тогда, конечно, для тебя все хорошие. От Ким Чен Ина, тегеранских людоедов, и заканчивая Путином. Пожалуйста, понятно. Марк, давайте вспомним, что было в Северной Каролине. Это буквально несколько дней назад, перед встречей Дональда Трампа и Зеленского. Бывший президент США Дональда Трампа начал прежде такую невиданную кампанию с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. И выступая на предвыборном мероприятии в Северной Каролине, Трамп прямо сказал, что Украине следовало немного уступить территории, чтобы успокоить Москву, избежать кровавого конфликта, войны. При этом он упрекнул и непосредственно Владимира Зеленского. И политика писала, что этим он дал самый мощный сигнал за все время, что не будет помогать Украине отбиваться от российского нашествия, оккупации. Не кажется ли вам, что до сих пор экс-президент США настолько откровенно антиукраинскую позицию не занимал, если мы говорим о том выступлении? И можно ли предположить, что Трамп де-факто тогда подтвердил, что не поможет Украине в войне с Российской Федерацией? Ну, видите как, вот Трамп такой человек, который сегодня заявляет одно, завтра другое. То есть он может всегда списать, ну, знаете, предвыборный митинг, сказал, что люди от меня ждали, или там не ждали, не знаю. То есть, да, его слова некоторые выглядят совершенно неподобающе, потому что, ну, политика осторожничает. Политик нормальный такой, политик, сознающий ответственность, он все-таки не бросается словами. Когда ты баллотируешься на такую дождь, как президент Соединенных Штатов, ты все-таки эти острые углы обходишь. А зачем, кстати, рубить это все дерево, на котором ты сидишь? Не потому, что Зеленский может повлиять на выборы в США. Не, не поэтому. А потому, что есть избиратели американские, совершенно точно, которые ориентируются в своем выборе на то, что Трамп считает нужным, сказать, по поводу судьбы Украины. Украинцы, русскоязычные, которые против Путина, живущие на территории Соединенных Штатов, являющиеся гражданами, будут руководствоваться этими соображениями при выборе, когда будут голосовать, собственно, 5 ноября. А Трамп не боится эти вещи вот именно в такой эксцентричной форме опубличивать. И это странно. Понимаете? Ну, он и по другим вопросам за словом в карман не лезет. Ну, он, в принципе, так сказать, выдает такую, знаете, дичь иной раз. Вот на 10 сентября он говорил, что мигранты едят кошек и собак. Ну, это странно прозвучало, это было опровергнуто и так далее. Ну, а что кошек и собак есть там еды? Никто голодом-то не страдает, на самом деле. У всех еда есть, ее где хочешь. Я вот видел в Калифорнии, например, доходят бомжи в Старбаксы, берут кофе и бублик, и с них никто ничего не берет. Говорят, тот, что ли, прикинутся там, так сказать, срезать у них немножко, бутербродиков. Поэтому, не странно, зачем есть кошек и собак, но просто я к тому, что Трамп какие-то вещи выдает не очень с оглядкой, вот скажем так, опровергнут его или нет. Вот это чувствуется, понимаете? Причем еще раз хочу подчеркнуть, это только выбор американского народа, это не то, чтобы кто-то навязывает им какой-то выбор. Нас интересует аспект только и исключительно касающийся России, войны и Украины. Ну, войны, ведущей в Украине. Все остальное не наше дело. Какие-то там Обама Кейр, мигранты, едят они кошек, не едят, какая разница? Пусть американские избиратели решают. Но вот этот-то аспект важный, этот-то аспект определяющий. А он там много чего нагрел. Он там даже такое заявил, что, значит, а вы знаете, что и ваши дети будут погибать? С чего это? Какие-то американские дети. Ну, может, он имел военнослужащих и так далее. С чего? Откуда? Америка не участвует в войне непосредственно. Никакие контингенты, никакие, значит, соединения американской армии не присутствуют в Украине. Почему? И он видит такую перспективу, что за действия Камала Харриса или там Байдена будут расплачиваться американские граждане. Ну, нет такого. Речь идет только об исключительном помощи оружия, интеграции Украины в НАТО, ну и весь вытекающий из этого набор, до войны еще и до непосредственного вовлечения а американской армии вообще очень далеко. Это еще, знаете, там перспектива нулевая практически. То есть он пугает, пугает, упрекает, выдает какую-то базу в его представлении, под которой нет никаких оснований, понимаете? Если бы уже американцы, когда нас слушали, высаживались там, воевали на территорию Украины, хоть под этим какое-то было основание, зачем пугать, что американцы будут погибать в Украине? Ну, нет такого, нету этого, понимаете? Нету такой даже предпосылки для этого, поскольку американское руководство четко заявляет, что непосредственно вовлекаться в военные действия не собирается. Это еще раз свидетельствует о том, что на слова Трампа лучше не полагаться. То есть в них есть много лукавства, много каких-то маневров и такой, знаете, хлесткой популистской фразы, которую он швыряет, зачастую не очень понятно зачем, но кое-где надо просто писать на его окружение. Вот, например, сенатор Вэнс, которого он назвал в качестве своего кандидата на пост вице-президента. А вот он более определенно выражается. Ну, Трамп тоже вот в этих случаях в Северной Каролине был определенен, но тот-то уже давно выдаёт, что это не наша война, она нам неинтересна, что это не борьба добра со злом, как я слышал в интервью, он заявил. Правда? То есть Москва и Украина – это не четкая дихотомия, где зло и где добро. То есть можно меняться местами, что ли? Ну, то есть вот в его окружении масса людей настроена, ну, скажем так, антиукраински. Трамп ещё вынужден как-то маневрировать, а они не скрываются, они открыто выдают, собственно, то, что думают. Там и сенаторы кое-какие есть, и конгрессмены, вот, типа Грин там и так далее. Ну, это всё трамписты твёрдые. Кто на кого влияет больше? Они на него или он на них? Хороший вопрос. Поэтому мы смотрим во всём комплексе на отношение Трампа к Украине и в войне в Украине. Мы смотрим и на его окружение, и на то, что он сам говорит. И пока это не внушает никакого оптимизма. Марк, ну, действительно, вы сказали о Венсе. Я помню, что в интервью он говорил о том, что Россия получает от Украины гарантию, ну, он предлагал, да, Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, а не вступает ни в какие союзнические институты. Вопрос, чего бы. А что взамен? Ну, да, да, вот вопрос. То есть, обещание России не напасть? Нет, что взамен? Ну, хорошо, она не вступает в НАТО. Что взамен? Они скажут, а мы на вас не пойдём на Киев. Ну, приблизительно вот так это звучит. Воздухом торгуют. Я не услышал, если бы было сказано наоборот, что вы хорошо, допустим, я ещё за это не знаю, что я с этим согласен, но вы забираете территории, но Украина, оставшаяся 80%, абсолютно свободно вступает, хоть на Марс, значит, с инопланетянами, хоть в НАТО вступает, куда хочет. Но тут хоть есть на что менять. Потому что совершенно же очевидно, вступив в НАТО, Украина вряд ли подвергнется агрессии со стороны Москвы, потому что НАТО – это зонтик. Так же, что он работал до последнего дня в отношении стран бывшего Восточного Блока, тех же стран Балтии и так далее, Россия не решается напасть на страну НАТО. А здесь-то ничего не предлагать. Вы в НАТО не вступаете, а что вы получаете взамен? Ничего. Просто ничего. Ну, хорошо, ладно, Украина заботится, печётся о гарантиях безопасности. Но они же ведь не равны НАТО, понимаете? Ну, то есть, тогда непонятно. Ты и территорию отдай, и безопасности лишись. Ну, погодите, ну, даже логику подсказывает, что должно быть какой-то баланс на весах. Ты чего взвешивается-то? Ты и территорию теряешь, но ещё и теряешь суверенитет. Часть его, которая как раз тебе эту безопасность обеспечит. Ну, тогда я не понимаю, в чём план-то тогда, в чём его интересность. Ну, вот так. НАТО странно, мягко говоря, понятно, что это, даже обговаривать это не стоит, потому что, ну, заявления, они звучат абсурдно, и, мягко говоря, непонятно. По поводу плана Зеленского, возможно, вы, Марк, видели заявление, точнее, статью от The Wall Street Journal с ссылкой на заявление от американских чиновников. The Wall Street Journal пишет, что администрация Байдена беспокоена тем, что план президента Украины Владимира Зеленского о победе в войне с Россией не имеет все объемлющие стратегии и является чуть больше, чем просьбой о предоставлении большего количества оружия и снятие ограничений на ракеты дальнего радиуса действия, о которых мы с вами говорили. Ссылаясь, Марк, на инсайды и уже частично известные какие-то пункты этого плана, можем ли предполагать, что в Белом доме могут быть действительно не впечатлены планами победы Зеленского и чего тогда следует ожидать? Вы знаете, никто и не ждал, что даже исходя из тех пунктов, которые звучали в американской прессе, в Таймсе и так далее, что этот план будет полностью принят. Ну, нет такого. Ну, слишком это было бы радикальное решение, оно бы изменило весь код войны. Пока Запад на это не решится, но это точно. Как минимум, он не решится на какие-то отдельные пункты плана, пока ясность не наступит относительно того, кто победит на американских выборах. Это тоже важный фактор. До ноября, ну, например, вот Зеленский настаивает на втором саммите по формуле мира, который должен пройти еще до ноябрьских выборов в Соединенных Штатах. И к этому со скеписом относятся не только Соединенные Штаты, но и ряд других стран. Понятно почему, потому что этот саммит будет в холостую. Да, у Украины есть при этом свои дипломатические соображения, почему это ей надо. Есть, но для Запада это не очевидно, потому что, ну ага, а что проводить второй саммит, если Россия в нем точно не будет принять участие, а Трамп или там Харрис еще не будут выбраны президента, и не будет понятно, каким будет курс, продолжающийся курс Байдена на поддержку Украины, или это будет новый курс самого Трампа, который тоже невнятен. Поэтому это точно не является способом, шагом в сторону там укрепления мира или там достижения этого мира и так далее. Что касается плана победы, ну, НАТО, это понятно вопрос необсуждаемый, даже аналог НАТО, какие-то коллективные обязательства обсуждать не приходится в ходе войны. Запад не готов вовлекаться своими гарантиями, которые чреваты тем, что они станут участниками военного конфликта. Что касается оружия, ну, так да, почему плана победы не существовать через пункты о предоставлении новых видов вооружений, они есть, кстати, ракеты на тысячу километров бывают, не только на 300 и на 500, разрешение бить вглубь территории России, конечно, но мы тоже понимаем, что до выборов, пока ясность не наступит относительно того, кто будет в Белом доме, то и этот вопрос нерешаемый, нерешаемый, так что, в общем и целом, я бы сказал, что при том, что надежд на принятие этого плана было и так немного, побочный эффект от его обнародования этого плана, предложения его американской стороне, американскому руководству, он все-таки будет, я считаю. Для меня, например, очевидно, что удары вглубь территории России будут дано разрешение американскими средствами, будет дано. промежуточный вариант будет какое-то разрешение средствами британскими и французскими это делать. Почему? А вот Рамштайн намечается туда, вылетает сейчас, Байден встречаться опять же там же с теми же руководителями этих стран, основных союзников Украины, обсуждать как раз помощь Украине в части вооружения и разрешение использования этих вооружений для ударов внутри территории России. Значит, что-то процесс-то идет, он не застопрился до конца, но, повторяю, оглядка идет на исход выборов в Соединенных Штатах. Боятся стронуть ситуацию, при которой у Камала Харрис хоть и минимальные, но есть преимущества. Они хотят довести уже историю до конца, а потом уже действует, сообразуется ее результат исходом этих выборов. Марк, давайте вспомним, как на этой неделе Путин предложил расширить условия применения России ядерного оружия. Согласны в контексте ударов по территории Российской Федерации, согласны ли вы, что Владимир Путин сейчас продолжает угрожать возможностью ядерной конфронтации между Россией и Западом для того, чтобы усилить контроль над принятием решений на Западе и помешать Украине получить разрешение на использование западного оружия для ударов по военным объектам в России. И, по сути, эта риторика Путина показывает, что он боится дальнобойных ударов Украины по территории России. Последний абсолютно. Точно, он очень боится ударов по территории России, потому что все-таки это беспрецедентно. Если баллистические, по-чего, это не дроны. Ну, дрон несет сколько, 50 килограмм, а баллистическая ракета от 200 и выше может таскать. Представляете? Это можно гораздо больше чего-то там порушить на самом деле и нанести урон гораздо более существенный. Тем более, что западные средства очень эффективны и они попадают туда, куда надо и с точностью попадают. Так что это, знаете, на своей территории такое ощутить, это мало приятного. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, как бы, конечно, ядерная риторика, она продолжается, он ее не прекращает. Ну, так она все два с половиной года, пока идет война, он к ней прибегает. Поэтому ядерная доктрина это просто бумажка. Понимаете, если уж Путин решит применять ядерное оружие, ну, что его сильно будет беспокоить, что там написано? Ну, так, извините, ядерная доктрина не сработала даже когда полтора месяца назад началась больше уже операция в Курской области вооруженных сил Украины. А почему тогда не применили ядерное оружие? Значит, не решается, боится последствий. Понимает, что просто так это с рук не сойдет. А вот к ядерной риторике можно прибегать бесконечно. Ну, получается так. Просто постепенно, чем больше ты пугаешь кого-то, а с целью именно запугивания вся эта публичная риторика, это ответ в пандан-визиту Зеленского в Соединенные Штаты, чтобы там не договорились о предоставлении права бить вглубь территории России. Ты чем дольше это эксплуатируешь, тем делаешь это менее опасным. Понимаете? То есть, уже меньше боятся всего этого. И законно говорят о том, что, ну, слушайте, он постоянно чертит красные линии и перечерчивает их внутрь себя. То есть, они отодвигаются ближе к интересам Москвы. Никто не оглядывается на эти линии. Пока он может выгореть время до выборов, как я уже сказал, но решающим здесь является фактор выборов США, а не, так сказать, запугивание Москвы. Потому что Москва запугивает все время. В свое время по Крыму нельзя бить, потом нельзя бить с помощью хаймерсов по чувствительному объекту. Что только не говорилось. Потом вообще по территории России нельзя ничем бить. Потом, значит, доход иностранных войск на территорию России приведет к использованию и так далее, до сегодняшнего дня ни разу это не реализовано было. А если будет реализовано, то увидим последствия этого всего, и Путин тоже не может предсказать этих последствий. Он не знает до конца, как это повлияет, кто что будет делать. Поэтому, на самом деле, на сегодняшний день вот это публичные сказки о изменении доктрины, это всего лишь еще одна попытка информационного воздействия на Запад. Я не скажу, что это бесполезное воздействие. Где-то, в общественном мнении, не везде, но в общественном мнении Запада, в разных странах, в разных средах, это, безусловно, производит впечатление. Мы должны это ясно признавать, глупо отрицать это. Марк, еще один момент, на который стоит, наверное, обратить внимание. Какие бы изменения Россия не вносила в ядерную доктрину, она не показала эффективность своих ядерных сил. Провалы произошли и на оперативном уровне, на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США была попытка продемонстрировать, мол, что там нужно бояться российского ядерного удара. У нас есть межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», но «Сармат» взорвался на стартовой площадке. Означает ли это, что Путин не привел достаточно аргументов, чтобы Байден не принимал решение, о котором мы с вами говорим, решение бить по территории Российской Федерации? Слушайте, у них есть «Сарматы» и другие такие же пуски заканчивались подобно уже. Какие-то проходили испытания успешные, но большая часть неуспешные. Это не первый раз мы такое видим. Да, конечно, они хотели произвести впечатление, вот тут изменения ядеродоктрины и ракеты у них все взлетают и куда надо приземляются. Но этого не произошло. Но это тоже взаимосвязанные вопросы. Россия испытывает тяжелейшее технологическое отставание. Понимаете? По части ракетоносителей это уж точно. Вот. Ну, как всегда, эти многие вещи неуклюже выглядят. Москва вообще славится неуклюжестью своей. И поэтому с этой точки зрения мы ничего нового в принципе не увидели, то, что ракеты падают. Повторяю, это и раньше было. И раньше было. Но в целом надо это оценить, что сильно преувеличены возможности России по части и обеспечения ядерной безопасности собственного ядерного щита. Я напомню, что Украина пробивала его, уничтожая две станции раннего слежения на территории Воронежской, Орст, какая-то станция и так далее. Вот мы это все обсуждали. Это с подачи Запада была попытка проверить, насколько действенны эти станции защищены, как они, средствами ПВО и так далее. А сюда баллистическая ракета прилетела, а не дрон. Что бы было бы? Ну, что бы было бы? Поэтому на самом деле, да, возможности Москвы преувеличены, и пропаганда, и сам Путин очень стремятся запугать именно невероятными, так сказать, возможностями, которыми она обладает, Москва. На самом деле, они гораздо скромнее. Они есть. Нельзя отрицать, что их нет. Но все это находится в неизвестном для нас состоянии. Возможно, те же американцы знают, насколько это состояние плачевное. И, возможно, эти удары со стороны Украины вглубь России по этим объектам раннего обнаружения, которые составляют ядерный щит, являются контуром его для России, убедили, в том числе, американцев, что, в общем и целом, Россия не защищена, она голенькая. А представьте, если баллистическими ракетами до каких-то более дальних объектов долетят, до шахт долетят, до каких-то, или установок передвижных, которые, так сказать, тоже есть мобильных с ядерными боеголовками, бог еще знает куда. Совсем все выяснится, что вообще мало чего взлетит, а если взлетит, будет сбито. Ну, что же это за потенциал-то? Поэтому, конечно, для Москвы важно изображать до конца, до последнего, чтобы остановить развитие ситуации в части того, что все эти красные линии выдуманы, и у России средств для того, чтобы обеспечить эти красные линии, да в общем-то и нет. Но мы же это видели и по части обычных вооружений. Почему мы прямую экстраполяцию на РВСН не делаем? Почему мы, убедившись в том, что российские войска не могут за три дня взять Киев, а уже занимаются этим скоро три года, точно так же мы и не допускаем, что ядерные силы это тоже блеф. Я вот у этого вижу корреляцию, а кто-то скажет, нет, вот тут все плохо, а вот ядерные силы в порядке, как сам Путин часто говорит. Мне так не кажется. Марк, слышала такое мнение, что для того, чтобы изменить ядерную доктрину российскому диктатору Владимиру Путину нужно одобрение Китая. Но политика Пекина по поводу ядерного оружия состоит в том, что его применение возможно только в ответ на ядерный удар другого ядерного государства. Не так ли? И поэтому с каким-то изменением ядерной доктрины могут возникнуть проблемы у Путина? Ну и очевидно, что они уже, эти проблемы есть. Смотрите, надо отделять реальную политику и реальные действия и намерения самого Путина от бумажек. Повторяю, то, что там написано в ядерной доктрине, позволял применить ядерное оружие уже после начала Курской операции. Это уже было. Если бы хотели, он применил бы это оружие и не боялся последствий еще раньше. Понимаете, для этого ему не нужно вносить поправки какую-то там доктрину, тем более согласовывать это с китайцем. То, что со стороны Китая есть прямой запрет к эскалации в сторону Москвы, к которому она более или менее прислушивается, а может повести себя по-другому, но для этого должны другие обстоятельства. Один, угроза должна быть лично власти Путина, чтобы он пошел на применение ядерного оружия. Последнее средство, как ему обезопасить себя, как сохранить свою власть несменяемую, как справиться с угрозами и так далее. Это да. Но применение ядерного оружия, чтобы просто победить в войне с Украиной, ну так ты этим не победишь, ты вызовешь последствия, которые наоборот не дадут тебе возможности все твои намерения реализовать. Китай, безусловно, сдерживает Москву, в этом сомнений нет. Еще и почему. Но я много раз об этом говорил. Если действия Москвы фактически способствуют разрастанию числа стран, обладающих ядерным оружием, ну ядерного клуба, а разговоры такие от Тайвана до Японии до Южной Кореи идут именно в регионе, где Китай доминирует, ну фактически Северной Кореи, потому что это две страны, обладающие ядерным оружием. Ни у кого нет. Ни у Австралии, ни у Японии, ни у Тайваня, ни у Южной Кореи. Есть у американцев, база которых расположена там везде. Но могут измениться обстоятельства. У этих стран появится ядерное оружие, они его самостоятельно будут им обладать и решать, применить его или нет, в зависимости от ситуации. Этого Китай точно не хочет. Ну а к чему может привести вот это бряцание ядерного оружия со стороны Москвы, как к нежеланию стран для обеспечения своей безопасности обрести это ядерное оружие? И Тайвань, и Южная Корея, например. А почему нет-то? И это Китаю не может нравиться. Во всяком случае, в публичных заявлениях они постоянно об этом подчеркивали. Что, так сказать, они против любой ядерной эскалации. Ну, завалировано это свидетельство о том, что не надо постоянно прибегать к этой риторике, не надо никому угрожать, потому что неизвестно, как люди реагируют. Например, вот конкретно американцы, я могу твердо сказать, после всех этих двух с половиной лет угроз, серьезно занялись собственными системами, совершенствованием их и противоракетными, и противовоздушными, всями, которые обеспечивают безопасность территории США. Возможно, они усовершенствуют оружие носителей и сами ядерные боеголовки, чтобы они были еще более эффективны. Вот к чему ведет риторика Путина. Вот и все. Также Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, в очередной раз пригрозил Западу ядерным оружием, нафантазировав, что НАТО якобы хочет напасть на его страну. Возможно, что-то ему приснилось, возможно, что-то показалось, не знаю. Об этом он сказал в пятницу 27 сентября во время встречи с студентами технических вузов. Почему Лукашенко вслед за Путиным пригрозил Западу ядерным оружием в случае вымышленного во им нападение НАТО на Беларусь? Это Путин попросил или что? Почему Лукашенко проснулся? Ну, они в паре работают. Например, вчера, когда Путин представлял Дак Редрину, он же говорил о том, что и это касается Беларуси, мы там согласовали президенту Лукашенко. Ну, и сам Лукашенко, который теперь представляет ядерную державу, размещенные российские средства, тактические ядерные боеголовки, якобы их пять, на территории Беларуси, дают ему возможность прибегать к этой риторике просто в более инфернальной форме. Когда он говорит об атаке стран НАТО, Польши, Литвы и так далее, конечно же, он имеет не вполне это. Он, во-первых, имеет в виду угрозу его личной власти. Раз. А это уже как бы недопустимо. Он готов прибегать к оружию, если угроза его власти будет существенна. Во-вторых, он имеет в виду, может, зачастую не НАТО, а возмущение внутри страны и там, я не знаю, каких-то комбатантных подразделений ВСУ, там, состоящих из Беларуси, он этого тоже опасается. Там люди очень и очень настроены агрессивно по отношению к режиму Лукашенко, тот же полк Калиновского и так далее, что очевидно, что и понятно. Поэтому, когда он говорит под НАТО, он под этим подразделяет любую силу, которая попытается спихнуть его от власти. Любую, я подчеркиваю. А в первую очередь, конечно, и внутренний контур, потому что мотив прямой именно у гражданского общества в общем избавиться от Лукашенко. Все понятно там и много обсуждать даже нет смысла. Другое дело, что каковы его средства для того, чтобы это обеспечить? Все-таки Лукашенко сам ядерным оружием не распоряжается. Как бы он не хорохорился, как бы не рассказывал сказки про то, что если надо, он сам применит это ядерное оружие, я думаю, что все-таки оно продолжает находиться под контролем РСН, оно под контролем россиян находится, и вряд ли Лукашенко может вот так просто использовать его без согласования с Кремлем. У Кремля, еще раз подчеркиваю, пока нет намерений любым способом, даже демонстрационным, значит, использовать ядерное оружие за пределами Российской Федерации. Пока мы этого не видим, понимаете? И Лукашенко здесь не сможет какую-то роль сыграть, а я все равно вот стрельну там и так далее. Нет, такого не будет. Марк, спасибо вам за этот разговор, спасибо вам за то, что вы нашли время пообщаться. Марк Фейгин, российский правозащитник, блогер, был вместе с нами сегодня. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube канал Фейгин Лайв, подписывайтесь на YouTube 24-го канала, желаем нашим зрителям спокойных выходных и до встречи!